Первые грибы полую с морчки. Я их беру на Зеледеево, Еловка. А затем уже маслята, белые грузди и рыжики. Наталья не понаслышке знает, когда каждый гриб появится в лесу. С трех лет вместе с родителями она начала собирать дикоросы. Мама что-нибудь на меня наругается, мне года четыре было, я вот помню. Что-нибудь наругается, я в лес убежала через дорогу. И иду со стаканом, либо с пакетиком грибов поганок половила. И либо ягодку. И мам, только не ругай, говорю, меня. Чтобы набрать с десяток ведер, приходится рано вставать. Обычно выезжает в четыре утра или даже в полночь. Дорога дальняя за сотни километров в сторону Енисейска. А если за ягодой, то и на Саяны может уехать. В этом году, говорит, грибы запоздалые. В 12 час ночи сюда переезжала, ночевала, только светать начинала. Я сразу начинала собирать. Насобирала, в три часа я ехала в город, продавала. Это было буквально все года, кроме этого года. В этом году вообще плохо. Грибы практически не берут. В основном сейчас ягоду. Малину берут, смородину, облепиху. С годами собирательство стало семейным бизнесом. У Натальи уже и заказы появляются. Видимо, люди опыту доверяют. Издалека может отличить плохой гриб от хорошего. Вот это ложная лисичка. Вот она. А потому что у нее, видишь, она тонкая ножка. А есть еще, знаешь, какая лисичка, она с полшняком, как масленок. Тоже ложная. Ну а когда ведра у Натальи уже полны грибов, ей ничего не остается, как их продавать. Выезжает либо на базар в город, либо продает их прямо на трассе. На дороге проходимость, конечно, меньше, чем на рынке. Но за несколько часов продать собранный урожай может с легкостью. Цены, как у всех. 500 рублей за ведро лисичек, 1000 за рыжики, а белые обычно за три продает. Торговаться себе в убыток. Труд-то ценить надо. Да, точно. Сами не пойдем. Да, Маша? Что не продала за день, Наталья отвозит домой и заготавливает на зиму. Соленье хранит в подвале и постоянно балует ими своих домочадцев. У Натальи семеро детей. Помогать по хозяйству старшим не привыкать, пока мама уезжает на работу в лес. Дети за малышами приглядят и на рынке продадут товар. Если она с вечера набирает малину, то мы тогда встаем в 6 утра, чтобы занять место нормально. А если встанем в 8, то там уже места не будет. Встанем на Камчатку и все. Пока семья за столом, Наталья уже планирует свой завтрашний день. Ждет похолодания и дождей, чтобы вновь уехать за сотни километров. Но уже за рыжиками и груздями. Илья Кирпс, Сергей Милофеев. Новости ТВК.